Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания Ветхого Завета Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 18 главу. Отвелчал Вилдад Савхиитянин и сказал Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных и быть уничиженными в собственных глазах ваших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, Неужели для тебя опустеет земля и скале сдвинуться с места своего? До свету беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Вилдад начинает один из друзей, так называемых друзей Иова, отвечать Иова на его слова, на его молитву. И мы видим в его словах, в общем-то, порицание Иова за мнимое тщеславие, которое кажется Вилдаду, что оно есть в речах Иова. Но, тем не менее, в словах Вилдада в дальнейшем можно найти и правильные слова. Но, тем не менее, Вилдад несправедлив и безосновательен в обвинении Иова. Но правильно судит об эфемерности людской славы, о неотвратимости наказания для нечестивцев и гордецов. Тем не менее, все это не относится так или иначе к Иову, к которому он их обращает. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующая цитата. «Пустые обвинения против Иова». «Что же?» — обращает святитель. «Если ты умрешь, не населена будет поднебесная, или сдвинется земля с оснований». Здесь святитель использует другой перевод и далее отвечает. «Они не могут обличить Иова в каком-либо дурном деле. Но посмотри на их злобу. Говоря, что с нечестивыми случаются великие беды, они говорят о тех бедах, которые испытал Иов. И вплетают в свою речь его несчастье, словно бы желая показать, что подразумевают его. Посмотри и взгляни на то, что сказано о других и о нем». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что они ведьевато как бы говорят о том, что происходит с злодеем напрямую. Не говорят «ты», Иову редко, когда звучит это в словах, все это как бы завуалировано. И так вот они стараются показать Иову, что он, в общем-то, гордет, тщеславен и грешник. Но Иов говорит о том, что то, что он делает, он не видит, что столь великое наказание должно быть за тот грех, который он, в общем-то, не совершал. И он надеется и уповает полностью на Бога и видит в своих страданиях именно укрепление в вере в Бога, что Бог посылает ему искушение для терпения, как мы знаем, через терпение человек обретает смирение, а через смирение — спасение. Далее с 5 стиха по 21 стих мы читаем, «как сказано, да свету беззакону потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним». То есть здесь слова Вилдада, в общем-то, правильные, потому как он говорит по отношению к грешникам, что свет грешника потухнет, и светильник его угаснет над ним. Вот, например, святой Макарий Оптинский Иванов пишет по этому поводу, цитата, «Должны нас устрашать всякая слава и похвала человеческая, ибо по учению святых отцов, не только приемлющие славу от человеков, но и даже слышащий шум словес сих с услаждением лишается вечной славы. Не попусти, Господи, нам увлечься услаждением здешней суетной славы». То есть, конец цитаты, Макарий Оптинский говорит то, о чем говорит Вилдад, что люди, которые возносят себя, светильник их померкнет и угаснет над ним. Святитель Григорий Двоеслов пишет по этому поводу, цитата, «Хорошо, что об этом светильнике не говорится, что он есть у него, а говорится, светильник над ним». То есть, видите, Григорий обращает внимание даже на эту, казалось бы, незначительную деталь в таком беглом прочтении, но он останавливает нас и говорит, «Обратите как бы внимание». Вот что он пишет. «Хорошо, что об этом светильнике не говорится, что он есть у него, а говорится, что светильник над ним, ибо разум беззаконных занимает земные радости, которые вот так пропитывают наслаждениями, что они уже встают над ним». Очень интересное замечание. Далее продолжает. «Праведники же, даже если в этой жизни им сопутствует удача, учатся ставить ее за собой, а не над собой». Помните, как пишет апостол Павел? «Все мне можно, но не все полезно. Ничего не должно обладать мною». Так и пишет. «Праведники же, праведники, даже если в этой жизни им сопутствует удача, учатся ставить ее за собой, так, чтобы и радуясь между собой добру, относиться к нему строго и взвешенно, не позволяя выходить за рамки добродетели, то есть нечиславицы. А светильник беззаконного, который над ним, угаснет, потому что радость, которая целиком обладала им в этой жизни, быстро пройдет». То есть временное веселье, временный успех и временная радость. Смотрите, как заключает. «И кто теперь скверно предается наслаждением, того затем муками стеснит вина его». Конец стат. 18 глава, 12 стих. Есть такие слова. «Истащится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него». Святой Исихий Иерусалимский пишет, цитата. «Эти слова уместны в отношении нечестивых, но вовсе не в отношении Ио, потому что боль не сломила его, но лишь проявила, или, можно сказать, соделала его сильным борцом». «Многие пришли, многие пришли, и следы ног их истерлись, исчезли. Пришедшие должны сокрушаться о самих себе, не о праведнике, потому что Иов терпением своим заслуживает венцов и блаженства». Конец стат. Действительно, эти слова уместны в отношении нечестивых, как говорит Исихий Иерусалимский, но не по отношению к Ио. И далее 15 и 16 стихи. «Поселяется в шатре его, потому что он уже не его, жилище его посыпано будет серою, снизу подсогнут корни его, и сверху увянут ветви его». Преподобный Ефрем Сирин пишет по этому поводу, цитата. «Эти слова обозначают, что наказание нечестивых будет сходно с уничтожением садомитов. Снизу, как сказано, подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Так что ничего полезного нигде не останется для нечестивцев. Ни под, ни над землей». Конец стат. То есть он говорит, что и потомства их не будет здесь на земле, и Царствие Божие для них будет закрыто. И вот интереснейшие стихи. 18 главы, 17-19 стих. «Память о нем исчезнет земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму, и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его». Интересно, что имена нечестивых людей сотрутся, и не будет у него потомков. Невольно вспоминается, в общем-то, 1917 год и дни революции. Мы знаем, что у этого человека, который объявил войну всей стране, по псевдониму Ленин, нет потомков. Нет потомков. И имя его, которое висело на Мазолее, уже стерлось. Там уже не написано, кто он. Поэтому, как и сказано здесь, что память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Действительно, оно так уже практически происходит. Осталось только не малодушствовать, думаю, но просто осмыслить, как следует историю, и понять, что кому есть место в центре России, а кому, в общем-то, место на кладбище. Там, где этот человек завещал себя похоронить. Есть же завещание. Поэтому очень важно, когда иногда говорят, ну, это же наша история. Знаете, это не отговорка. История помнит имена святых людей, тех людей, которые создали Россию. Ну, давайте тогда поставим памятник Иуде. Тоже будет хорошо. Или памятник Гитлеру. Мы же не хотим, что это делается. А это тоже история. Поэтому история необходимо нуждается в осмыслении. Здесь так и сказано. Память о нем исчезнет с земли, имена имени его не будет на площади. Здесь Вилдат своих яни называет «приама». И ту мысль, которая стремится провести ранее в ряд последовательно приведенных им образов. То есть память о нем исчезнет с земли. Ведь на самом деле может так статься, что вызрели плоды до высыхания корней, которые занимают большой период времени жизни. Память о нем исчезнет с земли. Здесь говорится в собирательном смысле о том, что обычно происходит с нечестивыми, но при этом косинным образом указывается также на Иова. Поскольку за свои заслуги он претерпевает такое испытание. Мы знаем, что друзья Иова не видят то, что видят Иов. У них нет того понимания промысла Божия о страданиях, которые посылаются Богом в укрепление веры человека. Интересно также 18, 20 и 21 стих, которым заканчивается эта глава. Сказано, одни же его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога. Действительно, здесь эти слова Вилдада, они являются истиной и правдой. И свидетель Григорий Великий дает на это такое пространное, но очень важное истолкование, которое мы сейчас с вами и зачитаем. Он здесь так как бы обозначивает тезисом свое высказывание, говорит «Антихрист и лицемер». Вот цитата. А то, что следует понимать в отношении Антихриста, показано следующими словами. «Дни его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Тогда он нечесть им своим так ополчится на верующих, что и сердца избранных поражены будут немалым ужасом». «Потому и написано, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». Евангелие от Матфея 24, 24. Так говорится не потому, конечно, что избранные падут, то есть все падут, а потому, что и они содрогнутся от ужасов. Вот состязаться за праведность с ним, как описывается, будут последние избранные наряду с первыми. Те из избранных, которые найдутся при скончании мира, обречены быть поверженными смертью плоти, но и те, которые вышли из прежних времен мира, то есть Еноха и Илья, призваны будут и пострадают от его свирепой жестокости. Мы знаем, что три с половиной года, согласно книгу «Апокалипсис», будет править Антихрист на земле, и эти праведники, Илья и Енох, они пострадают от его рук, от свирепой жестокости, как пишет святитель Григорий, «хотя они до того уже пребывают в смерти плоти. Силы его ополчатся с такой мощью, что последние поразятся и первые ужаснутся». Затем он, Антихрист, прибавляет, здесь Иов также пишет и говорит о словах Вилдада, но говорит, что это все относится к последним временам. Затем он прибавляет, «таковы жилища беззаконного и таково место того, кто не знает Бога». Вот смотрите, какое столкование дается свидетель Григорий. «То есть, кто теперь превозносится незнанием Бога, не хочет знать Бога и превозносится этим, то есть, кто теперь превозносится незнанием Бога, тогда войдет в свое жилище, где нечестие погрузит его в муки, где однажды он обнаружит, что место его тьма. «Здесь, радуясь ложному свету праведности, он занимал чужое место. Люди разращенные поступают лукаво, стремясь завладеть добрым именем праведника, словно занять другое место», говорит о лицемерии. Этих людей, которые будут стремяться всегда, как говорится, подсидеть кого-нибудь, занять другое место правдами и неправдами, хотя надевают на себя маску праведности, но они обретут в конечном суде свое место. И посмотрите, как завершает. «Но они водворятся на свое место, когда предаются мукам вечного огня, или, лучше сказать, когда будут преданы мукам вечного огня, как заслуженное наказание за свое беззаконие». Конец статы. Видим, что святитель говорит о том, кто что искал в этой жизни, тот то обретет и в вечности. Поэтому не будем искать и тщеславиться, и гордиться, но пока есть время, доколе еще есть время покаяния, будем укреплять свои сердца чтением Священного Писания, исследованием святоотеческого наследия и стараться устраивать так свою жизнь, как об этом сказано у Отцов Церкви, в Божественном Откровении, не сообразуясь, как нас всегда призывает апостол Павел, не сообразуясь с веком сим, а будем преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.